Здравствуйте! В прямом эфире программа «Вести Рязань» в студии Юлия Датс. И в начале выпуска представлю некоторые его темы. В Луховицах сегодня изберут меру пресечения водителям, которые участвовали в смертельном ДТП. В Подмосковье погибли три подростка из Рязани. Росгвардии исполнился год. Какие задачи решают ее сотрудники? И вся жизнь на подмостках. Во всем мире сегодня поздравляют театральных деятелей. Резкое похолодание, мокрый снег, местами и гололед. В Центральную Россию вернулась зима. Целый месяц температура была выше нормы, и вот теперь настоящий ледяной реванш. Теплое мартовское солнце, видимо, ушло на каникулы. По прогнозам, почти всю неделю ночью будет минус. В таких условиях поездка на автомобиле превращается в настоящее испытание. Особенно для тех водителей, которые уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. Самой холодной станет ночь со среды на четверг. Синоптики обещают до 9 градусов мороза. Но уже к выходным будет значительно теплее. В каком погоде? Не очень. Зима надоела. Готовы. Вот видите, зонтик. Резиновых сапог не хватает только. А так готовы. Дворники убирают, весна. Мне все нравится. Каждая погода хороша по-своему. Каждый сезон тоже. Погодные условия – одна из вероятных причин ДТП в Подмосковье, в котором в минувшую субботу погибли три рязанских школьника. О том, что дорога была скользкой, писали в комментариях к новости. Но, вероятнее всего, к страшной аварии привел человеческий фактор. В субботу в Волховицком районе столкнулись легковой автомобиль «Рено» и «Газель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. Возможно, говорят очевидцы, уснул за рулем. Сам он при этом не пострадал. Погибли трое детей 12 и 13 лет. Еще один с травмами доставлен в больницу. Все подростки – спортсмены из Рязанской области. Вместе с тренером он был за рулем. Мальчики ехали на соревнования. Сейчас водители обоих транспортных средств задержаны. К другим темам. Росгвардия отметила первую годовщину с момента образования. Она была создана по указу президента Владимира Путина. В состав Росгвардии вошли несколько подразделений. Чем заняты бойцы узнала Анжелика Королева. Стройково дом 25, третий подъезд. Стройково дом 25, третий подъезд. Какой? Вызов поступает на пульт. Стандартная ситуация. Домушник пытался проникнуть в квартиру, но не знал, что владельцы жилища подключили в неведомственную охрану. При попытке взлома сигнал автоматически поступает на пульт. Всего несколько секунд проходит от входа в подъезд до задержания подозрительного человека, который не скрывает, он далеко не хозяин квартиры. Вневедомственная охрана вошла в состав Росгвардии вместе с лицензионно-разрешительным отделом, СОБРом и ОМОНом. В числе основных задач последнего. Охрана общественного порядка и силовая поддержка спецопераций. Требования к бойцам высоки. Попасть в ряды отряда непросто. Ежедневно у нас присутствуют занятия по физической подготовке, где личный состав отрабатывает кроссовую подготовку. Это кросс 5 километров. В полной экипировке раз в месяц это однозначно у нас проводится, где проверяются как и моральные волевые качества, так и физические. Также атлетическая подготовка для сдачи нормативов на турнике, брусьях. Полная синхронность и четкость выполнения команд. От того, насколько слаженно работают бойцы, в будущем зависят жизни как их самих, так и других людей. Прорабатывают все возможные ситуации сотрудники рязанских спецподразделений на новой учебно-тренировочной базе. Ее возводили больше двух лет. На территории построена целая улица. Подобных проектов в России всего 16. Штурмовая полоса препятствий, зона для отработки тактики остановки и блокирования преступников. Вертолетные и спортивные площадки позволяют имитировать различные ситуации, с которыми бойцы спецподразделений могут столкнуться в реальности. Задача, которую мы на сегодняшний день поставили, это раздержание вооруженных преступников в данном здании. Для того, чтобы выполнить эту задачу, нам, естественно, нужно выставить группу прикрытия. Сейчас сотрудники ОМОНа готовятся к очередной командировке в Дагестан. Там им предстоит пробыть три месяца. Частые поездки – привычная рабочая ситуация. Помимо физической выдержки требуется и психологическая. К тому же нужно уметь работать в команде. У каждого бойца своя задача. При этом все вместе образуют общий механизм, четко выполняющий все поставленные цели. Анжелика Королева, Станислав Вербицкий, Вести Рязань. Новая услуга должна избавить рязанцев от очередей в ГИБДД. Водители могут записаться на прием для получения водительского удостоверения или регистрации машины через портал Госуслуг. Какие привилегии ожидают таких посетителей, расскажет Елена Макарова. 30 лет назад этим огненно-красным «Жигулям» завидовала вся улица, делится Николай Протас. Тогда, чтобы из пешехода превратиться в водителя, ему потребовалось целых два дня. Именно столько ушло на оформление документов ГАИ. Годы прошли, а веры в то, что машину оформят быстро, так и не появилось. На работе мужчина взял отгул. Как сделают, так и закончим. Коллеги-автолюбители скепсиса не разделяют. Приезжают с детьми, пригоняют по нескольку машин. Говорят, что сегодня даже в порядке живой очереди осмотр и оформление документов занимает не больше четырех часов. Вообще это все быстро делается в течение полдня. Здесь сначала осмотр сделал, документы взял, поталончик сейчас, электронную очередь, очень быстро все. По регламенту на осмотр одной машины здесь отводится всего несколько минут. Старший государственный инспектор Дмитрий Евин рассказывает, как и в любой организации, здесь просто есть свой горячий сезон. Все зависит от дня недели. Самый загруженный – это вторник и суббота. И вот в эти дни самый большой поток автомобилей. Кроме того, в очередь могут попасть те, кто решит оформлять транспортное средство весной или осенью. В эти периоды сотрудники фиксируют своеобразные скачки обращений. Равномернее распределить поток посетителей призвана онлайн-запись на прием ГИБДД через портал Госуслуги. Это экономит и деньги, госпошлина ниже на 30% и время. В понедельник производится прием и выдача документов только для тех граждан, которые обратились за получением госуслуги в электронном виде через интернет, через единый портал государственных услуг. Вот только решившихся на такой путь с начала этого года в Рязани было не больше 10% от всех обращений, сетуют сотрудники ГИБДД. Возможно, потому что записаться на прием через интернет можно лишь на следующий день. Однако это не слишком большая плата за дальнейшую экономию времени, уверенно в управлении. С онлайн-заявкой оформление документов займет всего 30 минут. Елена Макарова, Артем Королев, Вести, Рязань. Начало дачного сезона нередко сопровождается случаями заражения тулеремией и геморрагической лихорадкой. Заболевание тяжелое, хотя лечению и поддается. В любом случае лучше не забывать о мерах профилактики. Главная из них – прививка. Основные распространители этих болезней – грызуны. Именно они всю зиму хозяйничают в дачных домиках. Не употреблять продукты, которые испорчены грызунами. Заботиться о грызунной непроницаемости в своих помещениях. Вовремя проводить дартизацию, если вдруг замечены следы жизнедеятельности грызунов. Не употреблять воду из родников. В рязанских школах дежурят родительские патрули. Задействовано уже более 18 тысяч человек. Выходят как в учебное время, так и в каникулы. Галина Воропаева наблюдала за вечерним дозором у одной из школ. При патрулировании обращайте, пожалуйста, внимание на опасные детские игры, оставленные на территории в здании школы бесхозные вещи. Инструктаж проходит в школе номер 34 каждый день ровно в 19 часов. Четкие и понятные правила патрулирования сразу настраивают на нужный лад. По лицам видно, насколько серьезно относятся к необходимой процедуре родители. Как уверяет директор школы, патрулирование проходит на добровольной основе. И каждый из родителей воспринимает это мероприятие как очень нужное не только для школы, но и лично для его ребенка. Работа родительского патруля началась у нас в 2012 году. Благодаря работе родительского патруля у нас значительно сократилось число обучающихся, которые стоят на внутришкольном учете. Сегодня их всего 6 человек. А ведь в школе 800 учащихся. Каждый родитель в патрулировании участвует раз в год. Выходит по 4 человека. Сначала разделившись по 2, обходят со всех сторон здания школы, чтобы не пропустить бесхозные предметы. В эти два вечерних часа дежурные глаза и уши учебного заведения. Но главный объект их внимания, конечно, дети. В основном никаких нарушений таких особых нет. Так, ребята, когда резвятся очень сильно, чтобы друг другу шею не свернули, предупреждаешь. Главный наш злостный нарушитель – это собачники. А в чем? Выгуливают собак на территории школы, где наши дети занимаются физкультурой. Обойдя школу, патруль расширяет площадь своего влияния. Рядом детский сквер, а за ним рынок. И бывает, что именно оттуда появляются не совсем трезвые граждане. Проверять их или общаться с ними патруль не имеет права. Но если они попытаются пристать к одинокому ребенку, непременно вызовут полицию. Обходят родителей футбольную площадку. Ну, играют в футбол, ничего такого. Они там не пьют, не курят, вроде ведут себя прилично. Футбол еще никто не запрещал, наоборот, хорошо. Может быть, наши в будущем дети станут великими футболистами. Помечтать на свежем воздухе, почувствовать себя ответственным не только за своего ребенка, свою семью, но и за покой в городе – очень приятные чувства, уверяют родители. Галина Воропаева, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. Актеры и драматурги, режиссеры и бутафоры, гримеры и костюмеры принимают поздравления с профессиональным праздником. Сегодня Международный день театра. Отмечают его и коллективы крупнейших подмостков, и любительские театры. Катерина Курдяева увидела, как работают над репертуаром в поселке Искра. Днем они ответственные сотрудники – бухгалтеры, секретари, руководители, а вечером актеры. В жизни почти каждый из них далек от искусства. Но здесь место, где на аванс-сцену выходят не трудовые заслуги, а талант, умение держать себя и увлечь зрителя. И хоть это не профессиональные актеры, эмоции подлинные, а играют в том числе и сцены из жизни. Павел Устинов говорит, в сфере ЖКХ нет места творчеству. Вот и решил проявить себя на сцене. ЖКХ не всегда народ относится с доверием, мы всегда в чем-то виноваты, то крыши текут, поэтому мы даже стараемся в нашей театральной жизни это обыграть. И поэтому вынуждены даже высмеивать свою работу, показывать, чтобы ближе становиться к людям. В репертуаре самодеятельного театра не только собственные зарисовки, но и классические произведения. Причем не обязательно литературные, но и, к примеру, версии кинолент. Сценарии приходится адаптировать, переписывать с учетом возможности трупа и сцены. Иногда даже роли распределяют неожиданно. Если в античном театре на подмостки выходили только мужчины, здесь порой зрителям представляют чисто женские спектакли. Мужских ролей действительно не хватает, потому что мужчины у нас, к сожалению, на вес золота. Иногда приходится хитрить даже и переодеваться в мужские роли. Актеры сами придумывают костюмы и декорации. Что-то берут из старых запасов, что-то приносят из дома. Заветная мечта коллектива, признается руководитель, поставить на сцене полноценный спектакль, а не отрывки, как сейчас. Этого ждут и жители поселка. Выскоре театральное пламя разгорелось давно, так что прикоснуться к прекрасному хочется всем. Катерина Курдяева, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. И пока все. Хорошего дня. Увидимся в 14.40. По данным Гидромцентра России, сегодня, 27 марта, ожидается облачная погода временами небольшой осадки. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба будет падать. Температура воздуха по области плюс 2-4, в Рязани 3-5 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Наши репортеры смелее других. Наши операторы видят больше. Мы реально понимаем, что и как. Россия – мощь. В мире – остро. Ну а как это сейчас? Много информации, знаний мало. Вести недели. Знай больше. Субтитры подогнал «Симон»!